Идиопатический легочный фиброз Мы встречаем повседневно Чем обусловлены эти сложности? Во-первых, то, что это заболевание редкое Видите, здесь распространенность по данным американским В пределах 28 на 100 тысяч Что значит, это заболевание можно отнести к орфанным В Европе оно еще реже встречается И, в общем-то, все просто Из консенсуса мультидисциплинарного Следует, что для диагностики этого заболевания Надо исключить другие известные причины интерсоциального заболевания легких И определить паттерн обычной интерсоциальной пневмонии Либо с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии Либо с помощью биопсии легкого, если ее можно провести И вроде бы какие же здесь сложности могут быть Очень хорошо известны эти паттерны, картины Обычной интерсоциальной пневмонии На компьютерной томограмме высокого разрешения Которые здесь представлены Когда мы это видим в классической картине Здесь опытному специалисту несложно это определить Хорошо разработаны градации определенной Обычной интерсоциальной пневмонии Вероятной Но есть еще и возможные Которые сложнее определить Которые вызывают много вопросов на практике Известны признаки, которые противоречат Диагнозу обычной интерсоциальной пневмонии Здесь вы видите Хорошо всем известны Гистологические признаки Обычной интерсоциальной пневмонии Это наличие плотного фиброза С формированием сотового легкого Суплевральной локализации Вдоль плевры междолевой Это фокусы пролиферации фибралбластов По краям фиброза Характерной является пестрой картиной изменений в легких Нарушения архитектоники И откуда же проблемы Мы когда встречаем эти классические признаки Мы видим пациента на поздней стадии заболевания Когда лечение Которые на сегодня существуют Оно не может повернуть спять течение болезни Оно может только чуть-чуть притормозить прогрессирование ее И когда мы видим все это сотовое легкое С массивным фиброзом Пациент уже с тяжелой дыхательной недостаточностью И дни его практически сочтены И второе что вызывает сложность Это гетерогенность морфологических изменений в легких Потому что вот эта вот градация По обычной и не специфической интерсциальной пневмонии Которые объединены там в большие заболевания С тенденцией к фиброзу в современной классификации Они хороши каждый в своей ячейке классификации Но на практике не все пациенты Вписываются в ту или иную ячейку Некоторые выстраиваются вдоль границы Между двумя этими ячейками А лечение это разное приписывает Мы диагноз ставим исключительно ради того Чтобы человеку помочь А не ради собственно удовлетворения И вот я хотел представить вам наше наблюдение С одной стороны это сложности диагностики С другой стороны мы располагаем еще очень маленьким опытом Ведения этих пациентов в нашей стране По современным правилам И применение современных антифиброзных средств И вот это наблюдение которое длится полтора года Я хотел бы на ваш суд и представить Пациент наш 73-летний мужчина белой расы Он никогда не курил Не подвергался вредоносным внешним воздействиям У него нет системных аутоиммунных заболеваний Сопутствующие заболевания Единственное это гипертоническая болезнь Умеренно выраженная на протяжении последних 10 лет И вот 3 года назад у него появился Сперва непродуктивный кашель Потом через год, спустя 2 года присоединилась одышка И когда ему сделали первую компьютерную томографию В октябре 2014 года Там были выявлены диффузные интерсоциальные изменения Которые были расценены как признаки фиброзирующего альвеолита Вот это заболевание, которое мы привыкли в нашей стране терминологически использовать Которое на самом деле, как вот уже Александр Вячеславович сказал В мире достаточно давно не используется И заключение компьютерной томографии мы имеем От апреля 2015 года Где написано, что это интерсоциальная болезнь легких С признаками фиброзной перестройки К сожалению, этих иллюстраций я вам не могу представить Вот, сохранилось только описание в выписках Вот В июле 2015 года была выполнена Видеоторакоскопическая биопсия легкого Вот, все, в общем-то, делалось логично, правильно С небольшой отсрочкой, конечно Вот И в биоптате мы видим Картину смешанную Альвеолы деформированные Межальвеолярные перегородки Резко утолщены за счет фиброза Имеются участки баронхиолярной метаплазии Определяются многочисленные фибробластические фокусы И в то же время в строме выражена лимфомакрофагальная инфильтрация С формированием лимфоидных фолликулов Заключение, тем не менее Обычная интерсоциальная пневмония Это клиника первого московского медицинского института Поставила такой диагноз Здесь вы видите сканы Первой доступной компьютерной томограммы От сентября 2015 года И здесь можно сказать, что картина Компьютерной томограммы Совершенно нетипична для обычной интерсоциальной пневмонии Хотя мы имеем уже гистологическое подтверждение Вот здесь сканы реформации Далее Пациенту предлагают пульсотерапию кортикостероидами на родине Человек образованный с возможностями Он отказывается от этого пути Обращается в одну из клиник Европы Там рассматривает материалы биопсии Компьютерные томограммы повторяют И видят, что это не обычная интерсоциальная пневмония Что это скорее фиброзный вариант Не специфической интерсоциальной пневмонии И с сентября 2015 года Назначают терапию Приднизолону по 75 мг в сутки Через 25 дней Снижает до 50 мг Первые две недели По рассказу пациента Он чувствует себя лучше Дыхание открылось Через две недели Дыхание обратно закрывается Начинает скакать давление Пациент Хуже переносит физическую нагрузку И в первый раз Он приходит в нашу клинику 29 октября 2015 года Вот на такой терапии уже Кортикостероидной Что Какие жалобы Одышка при спокойной ходьбе По ровной поверхности Плохая переносимость физической нагрузки Повышение давления До 150 на 100 Это для пациента Высокое давление При аускультации Мы выслушиваем Классическую картину Трескучих хрипов В заднебазальных отделах Сатурация уже снижена То есть есть дыхательная недостаточность В покое она 90 И при выполнении Шестиминутного шагового теста Снижается на 8% Прошел пациент 200 метров Не так уж много И мы видим здесь Динамику Функциональных проб Смотрите Это до лечения Это После начала Кортикостероидной терапии Вроде бы все хорошо Смотрите Нормальная исходная Форсированная жизненная емкость Еще увеличивается Вот Но Появляется тенденция К снижению диффузии С 43 до 37 И уже есть снижение кислорода Вкупе с симптомами Это Тревожный момент Что появилась тенденция К ухудшению Мы знаем Что высокие дозы Кортикостероидов Они обладают Профиброгенным действием Вот Мы Сомневаемся В диагнозе Неспецифической Интерсциальной пневмонии В виде такой Ответ на лечение Отправляем К нашим Ведущим Специалистам Морфологам Коллегам В Институт Пульмонологии Значит Видят Они Сочетание Гистологических Признаков Обычной Интерсциальной пневмонии И организующей Пневмонии Саблитерирующим Бронхиолетом Пациент Никогда не курил Вот И подумав Какое-то время Через месяц После знакомства С пациентом Все-таки Мы ставим Диагноз Идиопатический Легочный фиброз Гипоксимическая Дыхательная Недостаточность Первой степени У нас были Колебания Что это ИЛФ Или Неклассифицируемая Идиопатическая Интерсциальная Пневмония Вполне Есть Основания Для Установления Второго Диагноза Но Какими Мы Руководствовались Аргументами В пользу Диагноза ИЛФ Наличие Признаков Обычной Интерсальной Пневмонии По заключению Двух Из трех Специалистов В биоптате Известно Применем 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 Антифиброз Терапию Вот И Она Была Позиционирована Только для Идиопатического Легочного Фиброза Ни в коем случае Для Альтернативного Диагноза И в общем-то Это тоже было Аргументом Для нас Обоснования Применения Препаратов Не зарегистрированных В России Значит Мы начали Терапию И спустя Два месяца После начала Лечения У пациента Появилась Возможность Проконсультировать Эти гистологические Препараты В клинике Мэйо Вот Причем Консультировал Не кто-нибудь А мировой лидер В области Патологии Идиопатического Легочного Фиброза Томас Колби Вот Его заключение Таково Что картина Фиброзных Изменений Более всего Соответствует Обычной Интерсициальной Пневмонии С выраженными Участками Организующейся Пневмонии Очагами Фиброзной Эксудации И умеренной Лимфоидной Гиперплазии И здесь Вот его Комментарии Относительно Того Что он понимает Что здесь Возможны Альтернативные Варианты Но все-таки Вот те черты Которые он Видит в препаратах Они дали ему Основание Говорит Что здесь Преобладают Признаки Обычной Интерсициальной Пневмонии То есть Это для нас Было очень важным Правда Ретроспективным Подтверждением Нашей правоты Перед нами Стоял действительно Сложный выбор С этим пациентом Вот Значит Что мы За два месяца До этого заключения Прекомендовали Пациенту Постепенно Снижать дозу Приднизолона С 50 до 5 миллиграмм В день И это продолжалось На протяжении 9 месяцев Начать терапию Перфенедоном По 2,5 грамма В день Вот Использовать Портативный Кислородный Концентратор 2 литра в минуту Во время Нагрузок Такая возможность У пациента Была И регулярно Проводить Пульс Оксиметрии На сегодня Мы наблюдаем Пациента Уже Почти 17 месяцев Последний Визит Его был Три недели Назад Он принимает Перфенедон В той же дозе В течение 15 месяцев Переносимость Лечения Вполне Удовлетворительная В августе Прошлого года Пациент Прекратил Принимать Приднизолон При этом Самочувствие Его никоим Образом Не изменилось Значит В течение Последнего года Пациент Адаптирован К активной Жизни С кислородной Поддержкой Он совершает Путешествие В Европу С портативным Своим Кислородным Аппаратом Дом У него есть Стационарный Вот И при Обследовании На визите Та же Сатурация В покое 90% Вот Но уже На ингаляции Кислорода 2 литра в минуту Как сказать И она Снижалась На 14% В прошлый раз На 8% После 6-минутной Шаговой Пробы Если За 15 месяцев До того Пациент Проходил 200 метров Сейчас 190 И вот Вы видите Здесь Цифры Показатель Функции Дыхания Можно так Трактовать Смотрите Начало Все хорошо Кортикостероиды Помогают Дали антифиброзную Терапию И катастрофа Все покатилось Сниз Ну Здесь Есть Более Наглядный График Смотрите Вот Дали Большую Дозу Кортикостероидов Диффузия Падала На этом Лечении Чуть Чуть Увеличилась Форсированная Жизненная Ёмкость Здесь Здесь Начали Антифиброзную Терапию Кортикостероиды Продолжались До сих пор И вот На этом Было Стремительное Такое Пике Падение Функциональных Возможностей Пациентов Которое Остановилось На Антифиброзной Терапии И вот Этот Отрезок Здесь Одна Антифиброзная Терапия И Падение Очень Незначительное Пределах 2% Мы видим За год То есть Мы Вовремя Назначили Пациенту Лечение Мы это Так Расцениваем Вот Какова Динамика Изменений В легких На компьютерной Томограмме Здесь Вы видите Сентябрь 2015 Года При первом Нашем Знакомстве Это Февраль Этого Года Фиброзные Изменения Безусловно Нарастают Вот Но они Нарастают Медленно Функциональное Падение Тоже Медленное И Изменения Эти вот На мой взгляд Они остаются Нетипичными Для обычной Интерсциальной Пневмонии И вот Обсуждая Этот случай Я хочу Подчеркнуть То что В данном Наблюдении Не идет Речь О типичном Идиопатическом Легочном Фиброзе Вот Это Диффузное Интерсциальное Идиопатическое Фиброзирующее Заболевание Легких Оно Одновременно Имеет Черты Несколько Видов Интерсциальных Пневмонии Обычной Неспецифической И Криптогенной Организующейся Это Аналог Идиопатической Фиброзирующей Болезни Легких По Михаилу Михайловичу Ильковичу Как он Сейчас Это Предложил Называть Установление Диагноза Неклассифицируемой Интерсциальной Пневмонии В данном случае Нам не дает Ответа На вопрос Как лечить Пациента Это Самый Главный Вопрос В данной Истории Вот И Терапия Высокими Дозами Системных Кортикостероидов В данном Случа Оказалась Несостоятельной Вот В условиях Длительной Антифиброзной Терапии Перфенидоном И Постепенной Отменой Системных Кортикостероидов Была Достигнута Стабилизация Лечения И В заключении Я хочу Сделать Такое Предложение Что В случаях Выявления Вот Этой Гетерогенности Морфологической Картины Изменений При Диффузном Идиапатическом Фиброзирующем Процессе В легких Наличие Признаков Обычной Интерсциальной Пневмонии В числе Других Может Служить Основанием Для Установления Диагноза Идиапатического Легочного Фиброза И Назначения Антифиброзной Терапии Каковы Перспективы Это конечно Нужно Проведение Исследований Для Определения Эффективности Антифибротической Терапии У пациентов С фиброзирующими Интерсциальными Пневмониями Отличными От Идиапатического Легочного Фиброза Потому что На сегодня Зафиксировано Единственное Показание Это идиапатический Легочный Фиброз Для применения Двух Существующих Антифиброзных Препаратов Я думаю Что показания Могут быть Расширены И поиск Критерий В диагностике Идиапатического Легочного Фиброза На ранней Стадии Когда возможно Предотвратить Развитие Фиброза И тяжелой Дыхательной Недостаточности Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...